Не трезвая, продавца смутила, но один из них подошел, начал разговаривать, то есть он заговорил с ней о мадагаскарских тараканах. Сотрудники зоомагазина считают, что кража была спланирована. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как двое целенаправленно движутся к зоомагазину. И пока один отвлекал продавца, второй прихватил клетку с птицей и вышел с ней из торгового центра. Продавцы обратились в полицию. Воры задержали по горячим следам. После проведения всех процессуальных действий будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенный попугай вместе с клеткой возвращен владелица. Сейчас у него оперение немножко взъерошенное, возможно, да, из-за стресса. Сегодня, к сожалению, началась диарея у него. Попугай-неразлучник испытал сильный стресс. Помимо самого факта кражи, на нем серьезно сказались переохлаждение и неправильное кормление, говорит владелица зоомагазина. Как она рассказала, похититель пытался кормить пугая обычной булкой. А при изъятии птицы полицейские не обнаружили в клетке, столь необходимой для животных чистой воды. Люди звонили и говорили, что не пускать это дело на самотек, потому что люди, которые совершили данное преступление, на самом деле являются асоциальными, так скажем. Пока полицейские ведут расследование зоокража, живой ВИЧ-док будет содержаться в зоомагазине, где ему обеспечат должный уход и лечение от пережитого стресса.